Тучи над Эмеретинкой рассеялись буквально за пять минут до начала матча, но игра состоялась бы при любой погоде. Турнир по пляжному футболу – это традиция новой волны, которая не нарушается вот уже 17 лет. На спортивном поле участники и именитые уже звезды с организаторами фестиваля делятся на два фронта. Бессменный капитан команды «Звезд» – гендиректор новой волны. В первом же тайме Румянцев получил травму, но это не помешало его команде размочить счет. Конкурсанты бились не на шутку. В команду набрали самых спортивных, но Интерс Бусулис – латвийский певец и победитель новой волны 2005 – забил второй гол в ворота новобранцев международного конкурса. Плодовитым на голы оказался и второй тур. На последней минуте третий мяч соперникам забил еще один игрок команды «Звезд» Алексей Воробьев. Как признался музыкант, для него футбол – это игра для души. До 15 лет играл профессионально, и потом, естественно, на всю жизнь это осталось моим любимым видом спорта и моим хобби. Поэтому я не мог пропустить это в любой. Даже если бы в 7 утра начинали, я бы все равно был здесь. 3-0 победил опыт, подчеркнул директор новой волны. Мы им уступили место на сцене, чтобы они там поборолись между собой. А здесь мы все-таки традиционно уже 13 лет, из 17-ти убедили. Ребята боролись как на сцене, за победу в конкурсе, так и здесь. Так что, знаете, от музыкальных высот к спортивным победам – это наш лозунг. Сами конкурсанты признают, у них опытные наставники. И, как оказалось, не только в вопросах творчества, но все же сцену конкурсанты оставляют за собой и весь потенциал обещают проявить именно там. Да, звездам там делать нечего. На сцене вот мы все сделаем, а звезды пусть в футбол. Оказалось так, что лучше нас немножечко играют звезды, но мы же еще немножко не звезды, поэтому у нас есть еще дней 6, чтобы научиться играть, как они. Нет, было круто, им огромное спасибо. Очень дружно, очень здорово, на позитиве. Погода нас обрадовала, был жуткий дождь, мы приехали на площадку, выглянуло солнышко, мы поиграли, кайфанули, все было круто. Крутая атмосфера. Новую волну в Сочи преследует только удача, а все потому, что дома и стены помогают, говорит Румянцев. Это родной дом стал, вот, нас очень тепло принимают, и нам здесь очень нравится. К нам подходят на улицах, благодарят, что мы, благодарят, что мы приехали, что слава богу, что наконец-таки конкурс на черном, теплом, наше в море, а не на их холодном Балтийском. Победитель новой волны будет известен уже 9 сентября. В этот же день состоится церемония закладки памятной звезды конкурса на Аллее звезд, что на Новогинской. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Емоционально Алио! Оооооо!